Музыка Очевидно, что большие данные и способ их использования для монетизации являются одной из наиболее сложных проблем, с которой столкнулись мобильные операторы во всем мире. Вы знаете, что любой вид деятельности связан с ними, особенно многие вертикальные индустрии, такие как телеком, медицинское обслуживание, розничная торговля. Они проходят через огромные объемы данных, которые уже накапливают оба вида, структурированные и не структурированные. Первым шагом к пониманию больших данных является понимание того, какой вид инфраструктуры вам необходим, чтобы суметь дать компаниям возможность монетизировать их как данные как можно эффективнее. И это одна из областей, на которой Hitachi действительно сфокусирована. У нас есть сервер в технологии хранения сетевой информации, которые позволяют потребителям обеспечить структурированную и не структурированную информацию в более организованном виде. Таким образом, становится проще применять некоторые аналитические методы, кроме того, появляется возможность монетизировать данные. Одним из самых серьезных преимуществ, которые вы получаете с системы хранения и обработки данных Hitachi, является возможность находить нужную информацию в огромном потоке данных. Информацию, которую вы сможете лучше проанализировать. Это одна из областей, в которых мы работаем. Количество потребителей телекоммуникационных услуг и есть большие данные, которые для телекоммуникации являются управлением клиентскими впечатлениями. Не так давно наши операторы связи вложили средства в модернизацию их BSS-систем, системы поддержки бизнеса, и разработали OSS-системы, системы поддержки операций. И позиционируют себя как службы, способные быстро компенсировать резко сокращающийся доход от SMS и Pure Voice. Но когда вы начинаете заниматься этим, появляется огромное количество данных, которые нужно хранить и управлять ими. А это не дешево, поэтому многие мобильные операторы задаются вопросом, как мне заработать больше денег на хранение и управление большими данными. Некоторые операторы, использующие разработки таких компаний, как Hitachi, могут эффективно управлять всеми этими данными и решают такие вопросы, как мне снизить оборот от моего покупательского опыта. Как мне узнать, что бы делали мои подписчики, если бы у них была возможность собрать эти данные в одном месте. Или я провел 15 компаний за последний месяц, и эти две были успешными, а эти три нет. Как мне быстро разместить данный ущерб? Чтобы я знал, каким было потребительское поведение моих клиентов в прошлом году или на прошлой неделе, и как я могу повысить объем покупок, тем самым повышая доход. Такие компании, как Google и PayPal, действительно ли делают это очень хорошо? Именно так они делают деньги, не так ли? Преимущество, которое дает данная услуга, это то, что они точно знают, что у них существует реальная связь с их потребителями. Они знают их поведение, знают, где они, знают, что они сейчас делают. Они знают, что проходит через сеть, чего у Google или у кого-либо другого нет. Главные вопросы, которыми задаются операторы связи, это, как убедиться в том, что я помещаю свои данные в место, где они будут доступны мне, и что я не потрачу больше средств на хранение этих данных в архиве, чем заработаю на них. Таким образом, у Hitachi есть очень хорошие решения, которые позволяют сохранить очень хорошую TCO, общую стоимость владения, и помогают оператору связи получить от этого доход от этих данных, либо напрямую через снижение оборота, либо напрямую через возможность увеличить объемы покупок, обеспечить правильное использование SIM-карт, иметь возможность прослеживать все ресурсы, то есть появляется огромное количество возможностей. Иными словами, вы приобретаете место, где вы фактически можете создавать эти данные, хранить их, управлять ими, правильно их архивировать, с таким решением, какое предлагает Hitachi. Итак, самым важным вопросом, которым задаются потребители, является вопрос получения прибыли, после того, как они вложили свои средства. Если сегодня они покупают инфраструктуру для того, чтобы ввести свой традиционный корпоративный IT, они должны убедиться в том, что приобретают инфраструктуру, способную также проводить анализ больших данных. Одной из областей, которым мы удивляем особое внимание, является гарантия того, что система хранения данных способна обрабатывать и структурированные, и не структурированные данные, так как большие данные могут происходить из обоих ресурсов. Кроме того, доступ к этим данным будет более эффективен, так как вам нужны не все данные, доступные в данный момент, а лишь выборочные, те, которые вы хотите проанализировать. И, наконец, гарантируется возможность работать с партнерами. Например, вы можете использовать SAP HANA управление данными в реальном времени для анализа структурированных данных и ADOP для анализа других не структурированных данных. Мы разработали инфраструктуру, с которой сейчас можно было бы начать с традиционными инфраструктурами и обеспечить способность анализа больших данных в различных видах деятельности. Вот сильная сторона изобретения Hitachi. В некоторых случаях мы обеспечиваем полные решения. Так, мы, например, только что заявили на SAP-форуме полный набор сетевого файлового сервера с улучшенным SAP HANA для анализа накопленных бизнес-данных, которыми сегодня обременены многие-многие фирмы. Данное полное решение было продано как целое оборудование с обслуживанием и консультированием нашими партнерами. Мы работаем с нашими партнерами для обеспечения информационно-консультационных услуг по практической реализации, чтобы удовлетворить особые требования покупателей. Но в данном случае мы предоставляем полное решение. И это только один из примеров нашего решения. Другие решения разрабатываются в сотрудничестве с партнерами, которые обеспечивают инфраструктуру. Редактор субтитров А.Семкин